Ситуация в проекте. Вы много лет проработали в своей сфере и собрали уникальный опыт. Давно хотите запустить консультацию или даже свой курс, но кажется, что вас никто не знает и за ваш опыт не станут платить. Вы сомневаетесь, что ваша экспертиза интересна кому-то, кроме вас. Более того, вы очень боитесь критики, что если вы допустите ошибку, да еще и в платном продукте, и коллеги по цеху вас засмеют. Что сделать? Как и с другими вариантами синдрома самозванца, а это именно он, взять и сделать курс. Другого пути просто нет, а на все страхи нужно наплевать. Они притухнут, как только вы несколько раз проведете свой курс. Хитрость. Очень хорошо для запуска таких больших продуктов, как курс, работают фиксированные дедлайны. Выберите дату старта курса, сразу опубликуйте ее и начните собирать участников, а параллельно пилите материалы. Страх обмануть участников, которые уже записались, будет вас мотивировать. Опасность. Знайте, что все ваши страхи и опасения насчет курса вполне реальны. Вы действительно можете не собрать народ, сделать негодные материалы или допустить стыдную ошибку. Поэтому идите вперед, но будьте готовы к любым переделкам, доделкам, исправлению ошибок и так далее. Первое время такой работы будет очень много и делать ее придется быстро. Например, когда в 2014 году я запускал свой первый курс по управлению проектами, у меня были примерно точно такие же переживания. И как оказалось, не безосновательные. В конце первого из трех дней самого первого курса, а тогда он проводился в офлайне, я с ужа сам понял, что материалов на следующие два дня у меня, мягко говоря, не хватает. А сделанные мной слайды требуют переделки. Пришлось быстро все исправлять и дополнять материалы прямо ночами. Но если бы я тогда из-за сомнений не решился провести первый курс, сейчас бы у меня его не было.